Заседание антитеррористической комиссии муниципального образования город Магадан состоялось в мэрии областного центра. На повестку дня вынесли четыре вопроса. О выполнении требований к антитеррористической защищенности объектов Магадана рассказали компании ГЭЛУД, Управление Росгвардии по Магаданской области и Магадан Теплосеть. В 2014 году мы завершили категорирование объектов ТЭК. В мае были изготовлены паспорта готовности. Далее мы перешли в плавную фазу реализации мероприятий по дитеррористической защищенности. В частности, для оценки затратности механизма этого мы провели пробное проектирование одного объекта и получили сумму, во-первых, на проект. Мы потратили почти миллион рублей на один объект и затраты на приведение данного объекта по требованию законодательства почти 18 миллионов, 17,5 миллионов рублей. Магадан Теплосеть должна привести еще девять объектов к стандарту антитеррористической защищенности в соответствии с действующим законодательством. Для этого компании требуется огромная сумма – около 170 миллионов рублей. По словам специалистов, профинансировать это мероприятие на данный момент возможно только за счет тарифа. На это представители власти предложили свое решение проблемы. Мы, допустим, идем по пути по всем котельным девяти, но, допустим, видеонаблюдение и сигнализация. Мы делаем первый шаг, допустим, но по всем котельным. На следующий год мы идем там по другому шагу, допустим, по заборам, где у нас совсем плохой забор, делаем на 15 миллионов заборов на 20. Но это уже проще будет, потому что мы не к середине бюджетного года, но к началу бюджетного года подойдем. В тарифы включать такие расходы не будут, отметил глава областного центра. Юрий Гришан поручил руководителям организаций уточнить затраты на остальные требования по антитеррористическим мероприятиям.